Сегодня у нас будет мастер-класс по изготовлению старинной игрушки, которую делали еще наши прадедушки, прабабушки, любили их вешать на елку, потому что они не разбиваются, они могут служить вам. То есть, если вы сегодня сделаете эту игрушку, то эту игрушку могут видеть ваши прапраправнуки. Она практически вечная, она сделана из ваты, из простого дешевого материала, но очень выглядящая, очень красивая, и диапазон, скажем, игрушек, которые можно сделать из ваты, просто не ограничен. Это как птички, такие зайчики, собачки, снегурочки, то есть снеговички. И это как бы очень большой диапазон, игрушки получаются обалденные, они легкие, они не тянут веточку, смотрятся на елке обалденно. Тем более, что на сегодня есть очень много красок и всяких блесточек, материалов, которые эту игрушку делают более современной, более красивой. Потому что раньше, ну вот я могу показать вот старенькую игрушечку, вот такую маленькую, вот это старенькая игрушечка, и это старенькая. Они вот делаются такие маленькие, вот, и покажу свои первые. Может они не такие, конечно, потому что все, которые я делала попозже, они были очень красивые, и я их раздарила. Вот такой ватный чукча, который практически невесомый. Ну он не весит, ну я не знаю, ну 2 грамма, наверное, то есть несмотря на то, что он такой крупненький, его можно повесить даже на тоненькую елку. Вот такой вот зайчик, вот, ватный зайчик, который тоже занимает не очень много времени, вот, и тоже можно повесить на елочку. Сегодня, я думаю, что мы будем, начнем из несложного, потому что там для куколок, для девочек, снегурочек, всяких, вот надо делать личико. Можно, конечно, сделать и ватное личико, но можно сделать и керамическое, то есть сделать формочку, это мы будем делать потом.